Дню сурка сегодня посвящен нашу эфиру. Мы хотим узнать, как вы боретесь с обыденностью. Звоните к нам по телефону 263-13-28 и рассказывайте. Вот это вот, да, день за днем одно и то же. Говорят, что это проблема именно офисных работников, да, но... И также говорят, что это проблема и творческих людей. Ну, потому что когда день репетируешь одно и то же, или, допустим, спортсменов, Степан, ну, согласись. Да, ты проснулся в спортзал, тренажерный зал, бегаешь, 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 прыгаешь, прыгаешь, прыгаешь. Что делать, не знаем. А вот мы сейчас узнаем. Да, друзья, у нас в студии гость, и это не день сурка, это ощущение, что... Нет, это день сурка, но это не Диляра, это Венера Махмутова, участница танцевально-акробатического коллектива. Здравствуйте. Здравствуйте, Венера. Ну, скажите, как вам живется с детства, что вот вы просыпаетесь, даже в зеркало смотреть не надо, а на эту девушку, которая ходит с вами в одной комнате, и ты смотришь, ну, где ты тебя видела? Я тебя видела. Как живется близнецам, вот расскажите. Ну, на самом деле, это даже такое везение, что у тебя есть сестра-близняшка. Ее можно отправить вместо себя на свидание. Можно отправить. На которое, которое тебе не очень... Мы права использовать, а двоих. Да, права, кстати. В детстве, да, это как-то не очень понимаешь, не ценишь, и хочется, чтобы не было сестры-близняшки, а с возрастом понимаешь, что, наоборот, это очень-очень интересно и хорошо. Есть много своих плюсов. Да, очень много плюсов. Знаете, как в том анекдоте, мой фитнес-тренер сходит с ума, почему я каждый день хожу в спортзал, он не знает, что у меня есть брат-близнец. Да, из этой серии. Но вы тоже занимаетесь акробатикой, да? Ваша сестра уже рассказала, что вас в детстве тоже отправляли вместе, вы сделали это профессионально. И наверняка вам приходилось заниматься, как мы уже говорили с вашей сестрой, о том, что диеты. Вот как диеты в вашей жизни сыграли? Какую роль, какие диеты вы принимаете? Ну, нам повезло так же, что до 20 лет, наверное, у нас вообще не было проблем с лишним весом. Сейчас все равно приходится уже следить за весом, за питанием, чтобы поддерживать форму. Ну, вот говорят, что спортсмены вот именно рутинно питаются. Куриное филе, овощи, куриное филе, овощи, куриное филе, овощи. Вот это с этой рутиной как вы боретесь? Как разнообразно? Ну, мы никогда не сидели именно на такой строгой диете, чтобы только там куриное филе, грудку, гречка. Такой диеты у нас никогда не было. Больше ограничений именно в каких-то сладостях, чтобы поменьше сладостей есть, поменьше мучного. Побольше активности, побольше спорта. Побольше активности спорта. Венера, а вот вы с сестрой танцуете в шоу-балете. А вот, может быть, выгорание творческого такого типа происходит, нет? Ну, выгорание оно всегда же может быть и не только в каком-то творчестве, но и в других сверхах. Можно танцевать всегда по-разному. Да. С другой отдачей, да? Вот вроде заученные движения, которые, ты знаешь, но внутренние отдачи, она же всегда разная. Да, всегда разная. И также всегда можно где-то симпровизировать, чтобы было по-другому, поинтереснее. Всегда что-то добавляешь. С каждым разом все лучше и лучше. Ну, Венера, вот нам подскажут, что у вас очень яркие костюмы есть. Вот как вы их придумываете? Вот, я не знаю, есть возможность показать эти костюмы или нет? Но вот в вашем дуэте, в вашем коллективе яркие костюмы. Как вот вы придумываете вот эту красоту всегда? Откуда берете вдохновение? Вдохновение, да, откуда берется? Из разных областей. Да, вот сейчас мы видим, да-да-да-да-да. Ну, вот, например, Испания сейчас показывает, изучаешь культуру Испании, смотришь их национальные костюмы, берешь какие-то детали, потом все это соединяешь, чтобы было и удобно, и при этом характер Испании передавался, и все это совместно воплощаешь. Вот при таком графике, при такой работе, когда ты, пацанин, разве может быть день сурка? Да, конечно нет. Не может. Ну что ж, Венера, большое вам спасибо за то, что вы пришли к нам. Сегодня мы говорим вам спасибо. Спасибо.